Питание. Принято считать, что особенности питания не играют особой роли в происхождении гипертонии. Тем не менее, неправильное питание может способствовать ее развитию. Например, она делает кровь более вязкой, а значит сердцу надо с большей силой прокачивать ее по сосудам. Вот вам и подъем артериального давления после еды. От избыточного и несбалансированного питания растет вес тела, а это дополнительная нагрузка на сердце сосудов. Одно дело прокачать кровь по организму человека с весом 60 кг, и совсем другое дело, когда этот же человек наберет 20, а то 40 кг лишнего. Поэтому важно держать оптимальную массу тела с помощью регулировки питания. Ну, мы съедаем больше, чем нам надо. Как-то это тоже надо отрегулировать и понять, насколько это полезно, насколько это может быть вредным. Салат для сброса веса с морковью, яблоками, сладким перцем и калийной. Чай для сброса веса с рябиной, крапивой, шиповником. Ниже следующие продукты делают кровь более вязкой, тяжелой. Больным герпертонией их надо сократить, а то и отказаться на какое-то время или полностью. Это мучные, белковые, жирные, сладкие, соленые блюда и продукты. То есть это клей и, будем говорить, тяжелая жидкость. И еще более вредными являются их сочетания между собой. А вот растительная пища, особенно свежие и сочные овощи, фрукты, весьма и весьма полезны при гипертонии. Кстати, черный шоколад горький, помогает снизить давление, а молочный и сладкий повышает. Горький, горечь у нас усиливает циркуляторные процессы, а сладкое, сладкое, это делает липкой нашу кровь. Понимаете, сладкое все, как говорится, слипнется у тебя там все. Так вот она и слипается. Отсюда надо вот эту всю массу прокачать, сердце. Салат для укрепления сердца. Вам понадобятся миндальные орехи, 1 столовая ложка, 100 грамм свежих листьев капусты, балгарский перец, зелень петрушки, растительное масло, молотый перец, столовую ложку миндальных орехов, измельчить на кофемолке, 100 грамм свежих листьев капусты, мелко порезать, очень мелко порезать и желательно подавить, чтобы она сок пустила. Один болгарский перец, зелень петрушки, измельчить на блендере. Кстати, можно и капусту на блендере измельчить. Все смешать, все вместе побросать, в блендере все смешается. Заправить столовую ложку растительного масла или пол и посыпать молотым перцем. Опять-таки, по-по-по-по, по вкусу, не так, чтобы слишком. Молотый перец усиливает огненные свойства и усиливает деятельность сердца, как огненного органа. Этот салат укрепляет сердце, которое быстро изнашивается при гипертонии. Сосновый чай. Для очищения и укрепления организма можно использовать сосновый чай. Взять свежие сосновые ветки, запарить их в термосе со стеклянной колбой, кипяченой водой. Настоять полчаса и пить как чай. Начинайте с полстакана и так пейте в течение первых трех дней. Потом около стакана перед едой. Пить утром и вечером курсами по 2-3 недели. Конфеты от гипертонии вместо привычных сладостей. 200 грамм кураги, 200 грамм чернослива, 200 грамм фиником, 3 столовые ложки меда, 20 грамм сухого порошка мяты. Это значит столовая ложка сверху. Финики очистить от косточек. Все сухофрукты пропустить через мясорубку. Смешать полученную массу с медом и порошком мяты. Разделить на равные доли по чайной ложке. Выложить на пергаментную бумагу. Поставить в холодильник. После заморозки есть место сладостей. Хранить в холодильнике. Что делает порошок мяты? Порошок мяты получать непосредственно перед приготовлением, чтобы не улетучились полезные вещества. Курага. Регулярно употребляйте ее для поддержания сердечной мышцы. Морскую капусту используйте вместо поваренной соли. Кедровые орешки. Ешьте их почаще, чтобы сохранить эластичность кровеносных сосудов. Гранат обладает кровотворными свойствами. А также способствует понижению давления. А вот острое жгуче солено постарайтесь ограничить. Потому что эти вкусы повышают давление. То есть там где перец, значит осторожненько добавлять. Острое за счет усиления теплотворной энергии. То есть повышает давление. К тому же этот вкус подсушивает организм, сгущает жидкости. А соленость за счет того, что человек пьет воду, вода накапливается в организме. Объем крови возрастает, а это увеличивает нагрузку на сердце. Процедуры. При гипертонии показаны разные процедуры. Первое. От резких или ноющих болей в области сердца могут избавить аппликации из медных дисков. Если внезапно возникли резкие или ноющие длительные боли в области сердца, рекомендуется приложить медные диски к ямкам под ключицами. Это вот здесь вот ямки у нас. Закрепить их эластичным бинтом. Носить круглосуточно в течение 10 дней. Если боли не исчезнут полностью, повторить курс через 5-7 дней. Подобным методом лечится даже инфаркт и постинфарктное состояние. Но в любом случае пройдите должное обследование, чтобы точно понимать, что у вас болит. Браслет из меди. Если носить на левой руке, снимает давление. Если на правой, снимает головную боль. Чтобы был эффект, медный браслет рекомендуется носить на левой руке, не снимая. Второе. Самомассаж воротниковой зоны для расслабления и успокоения. Вот она у нас, воротниковая зона. Вот мы ее сами потихонечку и разминаем. Третье. Самомассаж рук и ног до появления чувства теплоты. Это оттягивает кровь на периферию, улучшает проходимость капилляров и снимает давление. То есть важно нам, чтобы круг была распределена по всему организму равномерно. Если у нас руки и ноги холодные, то это говорит о том, что у них недостаточно крови. Вместо того, чтобы циркулировать здесь у нас по конечностям, круг скапливается больше в середине организма. И естественно повышается давление, бьет нам в голову. Поэтому важно, важно расслабить до теплоты. Возможно даже вместо самомассажа, можно руки и ноги опустить в какую-то теплую воду. Для того, чтобы расширить здесь капилляры. Четвертое. 15 минут проведенных у аквариума успокаивает, понижает и стабилизирует давление. Вы знаете, сейчас можно на экране монитора вывести аквариум с рыбками. Есть такие заставочки. И тоже посидеть. Я думаю, так же будут действовать. Вот именно в проведении у воды, у стихии воды, вода успокаивает. Ну и смотреть на рыбки, когда мы за чем-то следим, за чем-то смотрим, наш мыслительный аппарат отключается, и естественно наступает успокоение. Пятое. Хождение по гальке прекрасно расслабляет, успокаивает, снимает давление. Естественно, все делается босиком. Ходить 5-10 минут в день. И вообще хождение босиком очень полезно. Купание в реке, море, в ванной с морской солью. Седьмое. Сделать маленькую подушечку и набить ее корнем валерьяны. Запах успокаивает и снижает давление. Естественно, корни валерьяны там надо положить, ну знаете, вот отрегулировать. А то его может быть столько много, если вы все тут набросаете, что на первых порах такой запах вообще может наоборот возбуждать. Поэтому все это делается, так сказать, таким вот путем эксперимента. Набивается. Восьмое. Пить талую или шунгитовую воду. Эта вода прекрасно чистит сосуды и за счет этого снижает кровяное давление. Отлично, талая вода. Украшения. Коралловые бусы, нефритовые сережки, всевозможные браслеты из жадеита, магнетита, горного хрусталя, гагата, березы. Все это не просто украшения, все эти камни могут нормализовать давление крови. Горный хрусталь охлаждает. Если давление поднимается от того, что человек волнуется, ему надо дать нечто охлаждающее. И горный хрусталь прекрасно восполняет эту функцию и потому успокаивает. Береза успокаивает. Зеленый цвет нефрита успокаивает. Коралл находится в воде. А вода обладает успокаивающими и расслабляющими свойствами. Но сам коралл красный цвет. Красный цвет стимулирует функцию сердца. И на фоне успокоения и нормализации деятельности сердца происходит снижение давления. Магнетит. Магнитный железняк. Руда железа. Если его взять в левую руку или надеть браслет на левую руку, он снижает давление. Если взять на правую руку, он повышает давление. Если взять в две руки, то пойдет прокачка энергии через организм. Одна рука будет забирать энергию, вторая, уже загрязненную энергию нашего организма, начнет снимать камень. Жадеид. Это очень красивый камень, похож внешне на нефрит, но обладает совершенно другими свойствами. Если его берем в левую руку, это будет всегда способствовать снижению давления. Это будет всегда способствовать снижению давления. Он будет снижать давление. Этот камень чакровый, он стимулирует сердечную чакру, сердечно-сосудистую систему и солнечное сплетение. Вся полость живота, все внутренние органы приходят в должный тонус. Жадеид очень полезен для людей, метеозависимых. Чтобы не реагировать на перепады атмосферного давления, носите его в кармашке. Если почувствуете симптомы повышения давления, возьмите его в руку. Ободок из бересты березы, надетый на голову, снижает давление и снимает головную боль. Такой же браслет из бересты, надетый на левую руку, снижает давление. Применяют и березовые стельки для снятия давления. Против грибковых заболеваний. Вообще береста считается обергем от злых чак. Из стружки бересты можно сделать подушечку и спать на ней, снижает высокое давление. Одновременно уходят разные болезни, расположенные в области головы. Можно использовать и матрасы, тогда излечиваются и болезни суставов. В русской летописи 11 века рассказывается, как при помощи настоя из гриба чаги излечили великого князя Владимира Мономаха. Взять две чайные ложки порошка чаги и залить пол-литрами теплой воды, не выше 45 градусов. Настоять два дня и пить как чай перед едой. Курс два месяца, перерыв две недели и повторить. Народные рецепты против гипертонии. Первое. Обычный укроп. Пред приемом пищи съедайте по чайной ложке зрелых сухих семян укропа. Запивайте обычной водой. Эфирные масла укропа способствуют расширению, растворению всевозможных закупорок, усилению кровотока. Курс две-три недели. Особенно эта рекомендация хороша для того, чтобы нормализовать работу печени и селезенки. Вот здесь начинаются, как бы сказать, семена укропа спускаются в двенадцатиперстную кишку, в тонкий кишечник, начинают, будем говорить, набираться воды, дают свой дух. И вот этот, будем говорить, вот эта вот душистость начинает растворять различные закупорки, которые имеются в печени, селезенки. Запомните это. Второе. Смесь соков от гипертонии. Пять столовых ложек сока картофеля, четыре столовые ложки сока капусты, одна-вторая чайная ложка сока лимона. Смешать вместе. Выпить за 20 минут до еды. Два раза в день. Курс две-три недели. Этот сок полезен еще и тем, что притупляет чувство голода. Поэтому можно рекомендовать гипертоникам, имеющим лишний вес. Третье. Настой калины для укрепления сердечной мышцы. Взять две столовые ложки плодов калины, залить литром горячей воды, около 60 градусов Цельсия, в термосе со стеклянной колбой, ночь настоять, добавить три столовые ложки меда, пить по полстакана, три-четыре раза в день. Курс две-три недели. Четвертое. Густая кровь. Варикоз. Густую вязку кровь надо разжижать, сделать более текучей. Для этого берем два стакана меда, добавляем стакан семян укропа, два литра горячей воды, около 50 градусов Цельсия, корни валерьяны, столовую ложку, ставим в термос со стеклянной колбой на сутки. Процеживаем. Настой храним в холодильнике. Пьем по столовой ложке три раза в день перед едой. Курс длится до полного употребления настоя. Потом можно вдохнуть примерно полмесяца и повторить. Пятое. Настой от стенокардии. Стенокардия – это одна из форм ишемистической болезни сердца. Ее основные симптомы – сердечная боль и одышка. Ишемия – местное снижение кровоснабжения в результате сужения сосуда, питающего мышцу сердца. Вообще при гипертонии сердце страдает и изнашивается значительно чаще. Для того, чтобы его поддержать, сделайте ниже следующий напар. 6-8 столовых ложек сверху плодов шиповника, 6-8 столовых ложек травы пустынника. Все поместить в термос со стеклянной колбой и залить двумя литрами крутого кипятка. Оставить наставить на сутки. Процедить, отжать через марлю набухшие ягоды. Хранить настой в холодном месте. Принимать по четверти стакана два раза в день. Не подслащивать. Курс 2-3 недели. Шестой. Лимонно-капустный сок для чистки кровеносных сосудов. Выжимаем свежий капустный сок около стакана. Разрезаем лимон пополам и выжимаем туда лимонный сок. Перемешиваем. Принимать по полстакана два раза в день до еды. Курс 2 недели. Хорошо снижает давление крови чаи, который обладает горьким вкусом. Чай из калины. Чайную ложечку коры калины на стакан кипятка заливаем. Наставим полчаса. Пьем пополстакана два раза в день до еды. Чай из травы пижмы. Пижма будет стимулировать. Желчоотделение. Аппетит и способствует тому, что кровь делается более жидкой, за счет чего снижается давление. Чай из плодов малины с травами. Стакан сухих плодов малины. Смешиваем с травами. Душица. Цветки липы. Мать и мачеха. Листья подорожника. Полевой хвощ. Семена укропа. Плоды из шиповника. Каждую из ранее перечисленных трав, семян плодов берем по одной столовой ложке. Помещаемся в термос со стеклянной колбой. И запариваем литром кипятка. Ночь настаиваем. Кстати, вот здесь вот семена и плоды можно перед тем, как запарить, измельчить на кофемолке. Чтобы они дали дух посильнее. И туда. Принимать по 30 граммов, не более. Перед едой курс неделя. Чай из мяты и других трав. Трава мята, корень валерианы, по столовой ложке. Траву душицы, доника, цветы боярышника по 2. Одну столовую ложку сбора заливаем в термосе. Пол литром кипятка. Ночь настаиваем. Пьем по 100 грамм перед едой. Никаких подсластителей, меда, сахара и прочего не добавлять. Общая рекомендация для приготовления чаев от гипертонии. Трав должен быть таким, чтобы в него входили спазмолитики, мята и другие. Успокаивающий. Пустынник, валериана, душица и другие. Кардиотоники, боярышник, калина и другие. Мочегонные средства. Спорыш, хвощ, полевой и другие. Можно и горечи, палы, пижма и другие. Курс приема этих чаев 2-3 недели. Далее сделать двухнедельный перерыв и принимать другой чай. Важно их чередовать, чтобы не было привыкания. Восьмое. Калиновый сироп. Калину сорвать и подсушить в духовке, чтобы она сделалась маслянистой. Потом засыпаем сахаром. Она дает сок. После этого ее чуть-чуть отвариваем. Принимать по столовой ложке раз в день. Если сделать ее с медом, то не надо отваривание. И можно сразу использовать. Девятое. Чеснок и лук от гипертонии. Натереть корочку хлеба чесноком и съесть утром натощак. Профилактика не только гипертонии, но и многих заболеваний. Три лимона. Косточки рекомендуется вынуть. И три головки. Не зубчика, а головки чеснока. Перемолоть на мясорубке. Положить в двухлитровую банку и залить теплой водой. Сутки настоять. Процедить. Принимать по 50 грамм за полчаса до еды. В течение 21 дня. Хранить в холодильнике в темноте. Средство отлично нормализует давление. Из лука выжимаем сок и смешиваем с таким же количеством меда. Принимать по чайной ложке раз в день утром перед едой. Эти три рецепта противопоказаны тем, у кого повышена кислотность желудка, имеется гастрит или язва. Десятое. Плоды хормы. Она имеет мочегонное и вяжущее действие. Быстро утолит голод и поддерживает работу сердца. Поэтому и рекомендуют гипертоников с лишним весом. Еще лучше действует свежий сок из хормы. Ежедневно выпивать по 2 стакана. Курс 2-3 недели. Но я думаю, если по 2 стакана хормы сок выпивать, это давление как минимум 160-180. То есть, вот при таких высоких показателях давления только использовать. А вообще-то я рекомендую начинать с мало. Начните буквально с одной чайной ложки. Посмотрите, как она влияет, и потом будете прибавлять. А то она как что-нибудь там завяжет в районе пищевода, чтобы потом беды не обереться. То есть, с хормой будьте осторожны. Внутричерепная гипертензия возникает от отека мозга. Надо искать причину этого явления и устранять. Временно можно использовать мочегонные средства, чтобы выводить лишнюю воду из организма и устранять отек. Портальная гипертензия. Основные причины увеличения и уплотнения печени, увеличение селезенки, асцит, то есть, накопление жидкости внутри живота. Чтобы успешно бороться с этим видом гипертонии, надо понять причину. А потом с ней работать. Если проблемы с печенью, лечить и оздоравливать ее. Если селезенкой, лечить и укреплять ее. Если скапливается вода внутри живота, понять и устранить причину этого явления. То есть, невозможно, как говорят, ой, теперь лекарства будете принимать до конца своей жизни. Если причина не устраняется, она продолжает действовать. Вы ее пытаетесь, как бы сказать, нормализовать с помощью лекарств, народных средств лечения. То вот эти вот лекарства и народные средства лечения, они же тоже влияют на организм по-своему. Их надо потом выводить из организма. Это тоже нагрузка. В результате у вас причина не устранена. Плюс идет воздействие от лекарств. И в конце концов, все это приводит к тому, что организм сдает еще быстрее, чем, допустим, если бы никакого лечения не было. То есть, это надо понимать и знать. Легочная гипертензия. Причины в изменениях в мелких легочных сосудах. Все эти изменения имеют свою причину. Задача найти ее и устранить. Но, как правило, я думаю, это вот когда накапливается слизь, когда мы часто болеем, когда там аж от кашля, она заключается и в простудах, и в питании, питании слизообразующей пищи. Вот это надо вот уменьшить. И в заключение я приведу один типичный, но яркий пример успешного лечения гипертонии и ее последствий инсульта. Женщина, преподаватель арабских танцев. 13 лет назад она потеряла первого мужа, умер от инфаркта. Для нее это был сильный стресс, самый сильный согласно шкалы стрессов. Помните? Пятое. Пятое. Гипертония номер пять. От переживаний она постоянно плакала и волновалась. Сильно поднялось кровяное давление. От этого уже на следующий день у нее началась дикая головная боль и инемение вокруг области губ. Затем потеряла сознание. Пришла с себя в больнице. Ноги не слушались, а речь уже заторможенная. Правая сторона тела была поражена больше. Диагноз – инсульт. Три недели пролежала в больнице, потом выписали. Еще больница стала восстанавливаться с помощью простых движений руки-нух, потом выполняя движения арабских танцев, живота и прочие скруты тела. После выписки ноги были очень слабые, но продолжала делать танцевальное движение. А спустя всего лишь два месяца она снова приступила к преподаванию арабских танцев. Постепенно жизнь наладилась, и она полностью восстановилась и повторно вышла замуж. И надо же, восемь лет назад погибает ее второй муж. Все повторяется вновь. Переживания, скачок давления, за которым следует второй инсульт. Это случилось после похорон через 3-4 дня. Снова попала в больницу и сразу же начала выполнять упражнения, а потом и восточные танцы. В итоге полное восстановление. А если бы она не волновалась бы, ну ушел и ушел, что поделать, у нее уже нету, что волноваться. Что переживать? Нету человека. Этого бы не было, не наносите себе вред своими неконтролируемыми эмоциональными переживаниями. На этом статья о гипертонии закончилась. Я думаю, она вам очень и очень хорошо поможет. Трэмбония. Теперь я не сняла.